Всем привет, ребят! С вами Юмилия, и перед началом ролика я хочу попросить прощения у вас за то, что данный видос выходит так поздно. Скорее всего, он выйдет, ну, по моему времени, где-то в 12 часов, а по Москве где-то в 10. Точно сказать не могу, потому что я и сама не знаю, как все получится. С чем же это связано? А с тем, что сегодня мы весь день делали дома генеральную уборку. Мы начали ее, если что, в 12 часов дня, а закончили где-то в 8 или же 9 часов вечера. Примерно так. Так что да, видео я днем сегодня записать не успела, но зато у нас теперь дома, ну, очень, прям, очень чисто. Ладно, го уже смотреть Брайана. Ох, я вдруг повернулся классно. Добро пожаловать в рубрику под названием... Привет-привет. Вопросов. Вы даже не представляете, как было неловко делать эту заставку. Я появился в вас в кафе и просил вас задавать мне вопросы именно туда. Я даже, кстати, об этом не знала. Давайте посмотрим. Тебе нравится снимать свои ролики? О, да, вы даже не представляете, насколько же мне нравится снимать свои ролики. Мне кажется, если бы ему не нравилось записывать видеоролики, то он бы этим и не занимался. Но Брайан эту ситуацию разыграл немножко по-другому, да, вот. У меня тоже, кстати, есть ролики. Но я давно их не каталась. Да, что это такое? Когда слушаешь какой-нибудь трек, у тебя резко появлялась идея для видео или продолжение начатого сценария. Да, иногда бывает такое. Бэби! А-а-а! О, боже! Придумал? И что же? Бэби Джастина Бибера уже не смешны. М-м-м. А-а-а-а! О, боже! Это еще одно животное. Еще одно. Мне тигры и Оливии хватает. Ты часто пишешь фастфуд и так далее. Э-э-э. Мне кажется, это сделано как-то на фотошопе, эта картинка сделана, и потом он ее туда прилепил как-то. Какой ты фрукт? Хм-м. Давайте проверим. Хм-м-м. Э-э, что? Да, ребят, неважно. Он же и не фрукт. Вопрос задали. Какой фрукт? Какой фрукт? Какая разница? Мне кажется, Брайан апельсинка или мандаринка. Даже не знаю. Какой фрукт? Нет, не волнуй, понятно? Иногда возникает такое ощущение, что у Брайана есть брат-близнец. Брайан, это правда? Серьезно? Ну. Вот. Я не хотел, чтобы это когда-нибудь скрылось. Но? Но мне кажется, время пришло. Тебе не показалось. У меня действительно есть брат-близнец. Воу. Его зовут Фабиэн. Что? Фабиэн, здоровайся. Привет, ребята. Да, ребят. Вы постоянно удивлялись суперреалистичному монтажу. Но мне просто-напросто помогал мой брат-близнец Фабиэ. Он постоянно переодевался, перевоплощался в персонажей. Воу. Поэтому, если бы не он... Тайна раскрыта. Поэтому, Фабиэн, давай обнимемся, брат. Давай, брат. Правда, они не смогут, да. Потому что это монтаж. Ты за ЗОЖ? Здоровый брат-близнец. Помню тебя, Пепперони плюс... А, слушайте, а мне действительно казалось, что эта картинка какая-то приделанная, а по-настоящему у него столько коробок. Блин, я все-таки ошибалась. Фабиэн, ты была хороша. Выключи запись! Какую музыку ты слушаешь? Ну, you know. Рок, металл. О, я тоже такой люблю. Бэй, ты... А-а-а-а! Ну ладно, если серьезно, то я уже сто раз отвечала на этот вопрос на стримах. Я меломан, я слушаю то, что мне понравится. В принципе, я раньше тоже слушала только рок и металл, но сейчас стала слушать и другую музыку. Еп. Как ты думаешь, за кого Оливия выйдет замуж? За Сатану хочешь покраситься в рыжий? Тебе пойдет. Серьезно? Нет, мне кажется, ему не пойдет. Ему и такой цвет подходит. Нет. Нет. Ну как? Вообще не то. Мне идет? Нет. Если бы Рону Уизли сейчас это увидел, он бы залез в гроб и перевернулся. Что тебя натолкнуло выбрать колледж, нежели обучение в 10 классе? Ну, как многие из вас знают, раньше жил в Кенеле. Это супермаленький городок возле Самары. На момент 9 класса у меня вот-вот... Я знала, что он жил раньше где-то в Самарской области, но я не знала, в каком именно городе. Стукнул первый миллион подписчиков. И в тот момент я почему-то очень боялся сдавать ЕГЭ. Я прям хотел уйти после 9, чтобы только не сдавать ЕГЭ. Хотя ОГЭ я сдал более-менее нормально. И еще я понял, что лично для меня нужно было переехать в более большой город, чтобы продолжать развиваться на Ютюбе, потому что именно в тот момент я уже подумывал о смене формата с летсплеев на скетчи. И в общем, все это в совокупности переросло в то, что я решил переехать в Питер и поступить в колледж. Конечно, это было тяжело, потому что все мои друзья, с которыми я общался всю свою жизнь, они остались там в Кенеле. Но я даже рад, что сложилось все именно так. А друзья, кстати, которые живут там, приезжают ко мне на следующей неделе сюда, и мы будем с ними толстеть. Это классно. Что ты вообще любишь в жизни, кроме курочки-гриль? Курочку-гриль в соусе раньше? Оу, да. БИИЧ! Почему ты не падаешь на 18? Может быть, потому что мне 60? Что? Кому твои аудиозаписи открыты ВКонтакте? Стоп, подождите, это он сам себе вопрос, что ли, задал, или... Только мне, но я уже давно не пользуюсь аудиозаписями в ВК. Кому твои аудиозаписи открыты ВКонтакте? Это он ответил на этот вопрос. И слава богу! Дело в том, что я уже давно ими не пользуюсь. И там есть очень много всяких странных композиций. Например. О, нет, только не это. У меня вот, кстати, в аудиозаписях в последнее время появилось очень-очень-очень всяких много мелодий для монтажа. И иногда я туда захожу и понимаю, что это полный пипец. Я просто их пролистываю сразу же вниз и уже слушаю свою музыку. Ой, все! О, боже! Что? О, боже! Достаточно, думаю, вы поняли. Тоже конец видоса получается, да? Ну, примерно, да. Ну что ж, ребят, на этом все. Надеюсь, вам понравилось выпуск ответов на вопросы. Я была права. Если это так, то поставьте этому видео лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить самые новые видео. Также, как вы уже поняли, я появился на Ask.fm. Поэтому, если у вас есть... Это уже, кстати, очередной вопрос. Поэтому, если у вас есть какие-нибудь вопросы, то задавайте их там. Ссылочка на мой профиль в Ask.fm в описании. Окей. О, боже мой. О, боже мой. Да, там очень много вопросов. Заложение было плохой идеи. Хватит, ребят! Если вы пропустили мои последние видео, то можете глянуть их здесь. Ну, а с вами был, как всегда, я, Брайан. До скорой встречи. Пока! Пока-пока! Пока. Вообще, я считаю очень классным то, что Брайан записывает не только лишь одни скетчи, а как-то пытается их еще чем-то разбавлять. Это классно, как и для аудитории, потому что им интересно видеть всегда разные, конечно же, качественные контенты. Это же все-таки Брайан. Но также это хорошо и для самого Брайана Мапса. Почему? Потому что, когда ты записываешь одно и то же, вот прям постоянно, то ты устаешь. К тому же, скетчи снимать очень тяжело. Я только начала, но уже могу сказать, что это пипец как сложно, а он их снимает каждую неделю. И очень-очень-очень крутые. Поэтому я думаю, что Брайан движется в правильном направлении. А по поводу его переезда. Я, в принципе, считаю, что тоже не стоит засиживаться на одном месте. Если ты чувствуешь себя некомфортно, или же если ты чувствуешь, что в другом месте ты сможешь достигнуть больших успехов, то почему бы и нет? Я тоже переехала год назад вот сюда, из своего Мухосранска, в большой город Миллионник. Мне тут, в принципе, нравится. Но я не считаю, что прям буду жить тут всю жизнь. Может быть, и проживу, может быть, куда-нибудь уеду. Я не знаю, я не привязана очень сильно к местам. Хоть и в родном городе у меня остались и родители, и друзья, коих у меня не так много. Но мне всё равно нравится постоянно менять место жительства, куда-нибудь путешествовать. Вообще, у меня есть такая мечта в будущем действительно посетить огромное количество стран и городов. Да, думаю, это очень круто. А какая мечта у тебя? Я понимаю, что этот вопрос не в тему к этому видеоролику, но всё же я хочу узнать. И с тобой, мой дорогой, или же моя дорогая, благ всегда твоя Юмилия. Не забывай подписываться на второй канал, смотреть там видосики, а ещё подписываться на Инстаграм. Все ссылки будут в описании. Все, я тебя, конечно же, целую и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok